Разгул насилия в Сиэтле продолжает набирать обороты. Столкновения там идут уже несколько месяцев. Недавно рядом со зданием полицейского правсоюза были арестованы 18 человек. Хулиганы кидались бутылками и пиротехническими изделиями. Некоторые правоохранители устали работать живыми мишенями, и они решили, что с них хватит. Хороший денёк. Да не особо, когда вы тут. О, как жаль. Но не беспокойся, я, только представь, ухожу. Вы победили, ребята. Два месяца, дорогуша, я увольняюсь. Вы увольняетесь? Да, братан. И как вы себя по этому поводу чувствуете? Отлично себя чувствую. Можно сказать, что охуенно. Да, ухожу из департамента. Вы победили, ребята. Выходит, что полицию можно и не лишать финансирования. Стоит поставить во главу людей, подобных тем, что заправляют всем в Сиэтле. И полицейские уйдут сами, потому что в таких условиях работать не станет ни один нормальный человек. Джейсон Рэнс работает радиоведущим в Сиэтле, и мы рады видеть его у нас на программе. Джейсон, какое сейчас положение в Сиэтле, если обобщенно? В том, что вы только что сказали, есть горькая ирония. Мы вот-вот уволим сотню полицейских. Однако очень многие сотрудники уходят добровольно. В различные агентства поступило уже более сотни заявлений на перевод по той причине, что они больше не хотят работать на благо Сиэтла. Города, который их презирает, и в котором нападения на полицейского стали чем-то сродни спорту. Они не чувствуют поддержку со стороны своих земляков. Разумеется, их поддержало немалое количество людей, но в конечном счете эти активисты выходят на улицы, и их голос громче. Мы по-прежнему делаем вид, что речь идет о протестах, но, извините, это уже не протесты. Во всяком случае, на протяжении последних нескольких недель. Они выходят на улицы с намерением покалечить полицейских. Они выходят с битами и пиротехникой. Они хотят разрушений. Они выходят не ради того, чтобы требовать социальной справедливости. Интересно, на мой взгляд, то, что через 45 минут Джо Байден выступит с обширной речью в Национальном комитете Демократической партии. При том, что в ходе избирательной кампании он делал ставку на лозунг «Под угрозой находится сама душа нации». И я считаю, что он прав на все 100%. Происходящее в Сиэтле, Портленде и Чикаго и в самом деле угрожает душе нации, только он встал не на ту сторону. Ряд демократических лидеров не желает осуждать это насилие, а некоторые из них предпочитают его просто не замечать. К сожалению, душа нации действительно под угрозой. Надеюсь, что люди все же не будут на все это просто смотреть. Да, потому что если это дело не остановить, то ситуация может и не улучшиться. Быстрое замечание. Думаю, что в Сиэтле немало нормальных людей, немало демократов, у которых терпение подходит к концу. Вы можете в это верить. Я надеюсь, что с учетом того, что первая в истории Сиэтла темнокожая глава полиции решила уйти в отставку из-за того, как с ней обращались, этот инцидент смутит городские власти. Судить об этом можно будет только по прошествии нескольких недель, однако сейчас я никаких перемен не вижу. Потому что слишком мало людей выражают свое недовольство, и, как мне кажется, для этого они слишком напуганы. Так что людям следует собраться с духом, найти в себе смелость и понять, что народ на их стороне. Хватит, значит, хватит. Мы потеряем Сиэтл, если люди будут сидеть, сложа руки. Да, безобразие. С нами был Джейсон Рэнс. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok